Вот эта локация мне нравится, как я уже сказал, канал. Форма, как я и думал, кубики. Вот то, что монстры появляются из воды, как мы это видим здесь, это тоже одна из моих уважаемых идей. Ну, в смысле, не в том, что идея моя, а в том, что я уважаю такие вещи. Это лучше, чем когда монстры появляются из пола, это тупо, на мой взгляд. А вот когда из воды, это уже интересно. Так, вот мне бы сейчас выжить, конечно. Так, возьму-ка ракет. О, у меня 75 ракет уже. Расстреливать их, конечно, не нужно, но хочется. Такая моя прихоть. Да простит меня зритель. Да, жадность фраера погубит. О, аптечка. И тут же я ее потерял. Ну, давайте, убивайте меня. 5, 5, 5. Ага, все. В этот раз хорошо сгибается. Ух, вот эта карта, конечно, длинная. И многие... О, и открылась. Ну, что ж, тогда, наверное, снимается эта придирка к этому столбику. Потому что, типа, если рассчитывалось, что это должен быть выход, ну, что ж, ладно. Тогда снимаю эту придирку. Хотя, все-таки, наверное, было бы лучше, если бы он поднимался изнутри по нажатию кнопки сразу. Вот мне что нужно было. Костюмчик. Так, о чем я? Карта длинная. И многие могли подумать, что это минус. Мол, что уже надоедает и все такое. Но я хочу сказать, что, наоборот, уважаю длинные карты. Чем карта длиннее, тем это, по-моему, интереснее. Ой. Все, я, видимо, подхожу к финальной локации. Возьму БФГ сразу. С девятью процентами жизни. Так, ну, я предполагал, что здесь будут кто-то спавниться. Мне не нравится то, что спавниться с хит-сканерами. От остальных я могу... О, Берсерк где-то взял. Это хорошо. От остальных я могу увернуться, а вот хит-сканеры, конечно, могут попасть, даже если уворачиваешься. Сейчас бы еще Кибера... Кибера в центр, да? И чтобы он стрелял всех ракетами. Ну, 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 не то. Вот о чем я говорил. Кстати говоря, масло-масляная основа, вот, решеточка, да? Вот почему нельзя было подобных решеток сделать и там, чтобы, как бы, небо видно было? Это добавило бы, ну, какую-никакую... Как это сказать? Разнообразие какое-то, никакое. То есть было бы хоть получше. Но я еще раз повторюсь, что еще бы лучше было сделать немного открытых пространств. То есть бегая по этой канализации закрытой, это раздражает немного. Постоянно по ней бегать, а вот... Немного открытых пространств, и это было бы лучше. Как я уже сказал, можно было там речку какую-нибудь сделать, решим, такой, сток. Так, без комментариев, то есть видно, что вот небо немного... Линия, да, видна горизонты. В принципе, нельзя сказать, что это так важно, потому что на многих, как бы, картах такое встретишь, и это уже все привыкли. Но здесь можно было бы, конечно, сделать эту штуку по длине. Ну, согласитесь. Или сделать там линию, как бы горизонта вот эти... Землю, да, там, траву, деревьев понасажают. Ну, то есть просто вот якобы там вот земля и там природа какая-то, да. То есть горизонт. И немного даже странно. То есть ты выходишь, непонятно на какой балкон, а там за ним ничего нет. Небо. Да еще и с глюком, да. То есть вот это вот можно было бы все-таки поправить. Не столько глюк, сколько именно то, что нету земли там или чего-то такого. Тем более, кстати, что мы находимся в каком-то вот этом там канализации. Мне так кажется, что это где-то под землей было. То есть если мы выходим, то уж явно мы не на большой высоте, что аж отсюда землю не видно. Уж, наверное, там земля должна быть видна. Ну, выход плутониевский. Я не помню, в первых, в предыдущих картах, по-моему, не было плутониевского именно выхода. Или я, конечно, или меня подводит память. Ладно. Поехали. 33% секретов. Ну, я знал, что все не найду. Я не пытался это сделать. Итак, в целом, по Ваду. Вад хороший. Мне понравился. Я бы... Ну, автору я бы пожелал, конечно, поправить вот некоторые там недочеты, которые я назвал. Конечно, главными среди них является наличие некоторых вот таких нечестных мест. В частности, это было вот на второй карте и вот на предыдущей тоже. Там вот эти... Я говорил, где спускаешься и слева или там справа стоит Чейнганер, спирид, там, Холл Найт и еще Левинанд. Да, вот в этой тесной комнатке. Все втроем, да. То есть, вот это было, по-моему, не очень честно. Ну, и то, что там костюмы не в центральной локации лежат, тоже, по-моему, немного нелогично как-то, не канонично, что ли, даже. Это можно было бы сделать по-другому. Вторая пледирка. Это, вот, как я уже сказал, на... Иногда дизайнерские. То есть, на второй, кажется, карте, да, на второй, там был ручеек, который идет, заселенный, то есть, спускаешься, он тебя интригует, но ты получаешь фигу. Ничего там интересного нет, просто телепорт. Это, мне кажется, серьезный недочет с точки зрения дизайна, да, интереса. На третьей карте тема вообще не раскрыта, то есть, такая, вроде бы, интересная идея, дорога на берегу, можно было бы что-то там придумать, ангар какой-нибудь сделать или что-то такое там. Ну, хотя бы, да, то есть, ну, придумать там можно было массу всего, то есть, ограничена только фантазия, автор там мог вообще придумать чего угодно, я даже придумать, может, такое и не могу. Вот, но карта вообще заканчивается практически сразу же, и тема не раскрыта, то есть, вот эта вот дорога, она является собой всего лишь массу.